С вами Влад Капуса и сегодня я хочу обсудить с вами такую немного необычную тему. Вот мы сейчас наблюдаем перед собой аккаунт с рейтингом 251. Этот человек сумел обойти смузи, самого смузи, который постоянно лидировал в данной гонке. Многие из вас задумались, сколько же может стоить этот состав. На самом-то деле я думаю, что крутились сюда FIFA Points и монеты. Монеты стоят тоже довольно-таки немало денег. В чем особенность этого состава, то что все, что здесь находится, здесь было официальным путем. Данный мужчина находится в лиге коалиции, это одна из самых сильных лиг в FIFA Mobile. Мой брат также был участником данной лиги, но к сожалению решил все-таки свою лигу делать. И наша лига сейчас тоже процветает. И самое основное то, что мы занимаем очень неплохие позиции по всему миру. Начну, пожалуйста, с самого смешного именно для вас, а самого обинного для донаторов. От рейтинга 200-го уже мы не получаем никаких наград от eSports. 200-ый рейтинг это максимальный рейтинг, за который мы получаем награды. Зашел на сайт eSports, написано, помните, максимальная команда оверс составляет 200. А зачем они тогда сделали 250, 270, 300? Зачем тогда такие вот канители делали для нас? Вот сейчас самый главный вопрос к eSports. Почему вы даете ваших донаторов? Они вам приносят прибыль. Почему вы сделали максимальный оверс составляет 200, за который вы даете награды? Зачем тогда 251 делать? Зачем это нужно было? Я вот такого отношения даже к донаторам не понимаю, почему они так делают? Тупо-напросто развели этого человека. Это обидно. Я понимаю, что смузи перестал уже прокачивать состав. Выкупил то, что написано до 200-ого рейтинга, идут награды и все. Ну и думаю, в следующем сезоне начну все заново делать. Лучше в следующем сезоне задоначу, чем сейчас буду в топе. Капец, блин, eSports. Так несерьезно отнестись. Вот мне лично сейчас обидно. Этот человек вкладывает свои же деньги в эту игру. И с помощью его денег мы играем в нее. Если бы не было донаторов, мы бы не смогли бы играть в FIFA Mobile. Вот такие вот у нас сюрпризы, оказывается. Есть вот eSports. Давайте я вам расскажу, что будет с нашими лигами. Вот есть, например, Лига Коалиции. Она занимает второе место по всему миру. Хорошо. И как думаете, что eSports даст этой лиге за то, что они боролись весь сезон, играли, выигрывали, добывали победы, ну, показывали свой мастер-класс и уровень игры. А в конечном итоге, что они получат? Ничего. Чисто лига переносится на следующий сезон, наград никаких не будет. Что они у себя пишут на сайте? Ваш рекорд лиги, включая победы, потери и связи, будет сброшен, но ваша лига и ее члены будут перенесены. Вам не придется искать, чтобы найти друг друга или настроить свою лигу. Ну, конечно, спасибо хотя бы за это. Будет ли моя нынешняя команда рассчитывать в новом сезоне? Вы получите вознаграждение на основе вашей окончательной команды овер рейтинга в конце текущего сезона FIFA Mobile. Чем выше овер вы закончите, тем лучше награды вы получите. Помните, что максимальная команда овер составляет 200. Так откуда взялось 251 тогда, если составляет 200? Самый интересный вопрос, который вы мне постоянно спрашиваете. Что мне делать с моими нынешними игроками, ну и монетками? Продолжайте выравнивать своих игроков. Увеличьте свою команду овер, чтобы получить больше вознаграждений после начала нового сезона. Ребята, вот у вас есть игроки в резерве. Слейте вот этих всех игроков из резервов в вашу основу, чтобы вы получили максимально крутые награды. Все неизрасходованные валюты программы будут потеряны, когда начнется новый сезон. Так что, ребята, все будет потеряно. Только FIFA Points перенесутся в следующий сезон. Кстати, напишите, пожалуйста, сейчас в комментариях, какой общий рейтинг вашей команды. Есть ли что-нибудь еще, что я могу сделать, чтобы подготовиться к новому сезону? Играйте в пресезонную программу. Баланс очков FIFA. Они не будут сброшены. Это FIFA Points. Теперь и позже пакеты. Логотипы пользователей. Ну, хотя бы хоть что-то будет не сброшено. Остальное все будет сброшено. Трофейная комната тоже будет сброшено. Запись в лиге тоже сброшена. Достижения тоже сброшены. Продвижение режима атаки тоже сброшено. Повышение скорости тоже сброшено. Монеты. Сюда входят все валюты на основе взаимодействия и программы. Это все тоже сбрасывается. Списки сбрасываются. Уровень игрока тоже сбрасывается. В общем, короче, все сбрасывается, кроме наших FIFA Points. Да, но есть спорт. За логотипы вам отдельное спасибо. Это самое лучшее то, что вы могли нам сохранить. Конечно. Были бы там какие-то другие награды дать. Либо что-то еще там. Формы какие-то подарить нам. За то, что мы себе показали в этом сезоне. Там какую-то особенную форму дать. Либо что-то такое еще. Стадионы особенные. Но такого нет. Увы. В общем, ребята, если вам понравился мой ролик. Не забудьте, пожалуйста, подписаться на мой канал. Влепить здесь кучу лайков. Написать какие-то приятные комментарии. Ну а с вами был Коседа, ваш Водка Пуста. И каждому из вас до скорых встреч. Всем пока!